Добрый день, уважаемые участники! Все, кто присутствует сегодня здесь, в нашем Омском регионе, в котором я вас очень рад видеть, где проводится всероссийский турнир с серии Гран-при на призы нашего великого бадминтониста, человека, который поднял бадминтоны в Омской области, достиг огромных высот, и это, конечно же, Андрей Антропов. Юношеские соревнования на призы нашего земляка, участник Олимпийских игр Андрея Антропова, в Омске проходит уже много лет. Соревнования серии Юнекс Гран-при включают в себя семь этапов, которые проводятся по всей стране. Участники турнира – молодые бадминтонисты в возрасте от 11 до 17 лет. География, как обычно, весьма представительна – от Владивостока до самой столицы. Приятно, что эта серия Гран-при зародилась в городе Омске, хотя тогда это так не называлось. Это был только турнир, который должен был дать некоторое расширение деятельности бадминтона в России. И когда он приобрел широкий интерес у молодежи, у спортсменов, у российского бадминтона, он преобразовался в серию Гран-при. И теперь по всей стране идет этапами. Только на первый взгляд может показаться, что бадминтон – легкий вид спорта, предназначенный в основном для летнего отдыха на природе. Но оказывается, бадминтон способен сделать человека здоровым. Любые соревнования, они чем интересны, что бадминтон особенно. Это тот вид, в котором может заниматься абсолютно любой человек любого возраста. Плюс этот вид спорта, который мне очень нравится, из-за того, что хочется иногда снять очки. Этот спорт как раз дает возможность исправления зрения. То есть и детям, и в юношеском возрасте, и в старшем возрасте. Потому что здесь очень большая концентрация, и работа «Глазного яблока» здесь очень велика. Из омских представителей в возрастной группе до 15 лет хорошую борьбу в паре демонстрировали Евгений Кошман и Егор Краснов. Ребятам удалось дойти до 1-2 финала. Но в решающей схватке пришлось уступить победу более опытным игрокам. Мечи не спешат расстраиваться. Все лучшее, как говорится, впереди. В будущее мы после этих соревнований поедем в ферри, потом уже Россия, нужно к ней подготавливаться. Планирую на Россию войти в четыре. В женской части турнира в этот раз не выступала наша многократная чемпионка Юлия Васильева. Победительница прошлого года переросла юношеский турнир и теперь участвовала в качестве секретариата соревнований. А взамен взрослым участникам уже подрастает достойная смена. В бадминтон можно тренироваться, получать медали. Вообще я не сама захотела. Меня мама отправила заниматься бадминтоном ради улучшения физического здоровья. А бадминтон – это очень интересный вид спорта, потому что там можно побегать, там можно улучшать свои качества, недостатки. Там можно свободно играть почти везде. Не то что на велосипедах кататься по пляжу, а на бадминтоне. А в бадминтон можно по пляжу играть. Впервые почетным гостем турнира стал Андрей Антропов-младший. Он же представлял Московскую область в самой юной категории до 11 лет. Несмотря на скромный трехлетний игровой опыт, Андрей успешно выступает как на внутреннем, так и на международном уровне. Теперь золото в миксте и серебро в одиночном разряде будет напоминать молодому дарованию и об омском турнире, названном в честь его отца. Очевидно, что не все решают спортивные гены. Постоянные тренировки и активный образ жизни – норма для семьи Антроповых. Ведь даже в свободное время в такой спортивной семье сильно не расслабишься. Каково жить в такой спортивной семье? Обычно как проводите время? Ну, обычно встал, пошел в школу, поел, пошел в тренировку. Иногда езжу с папой тренироваться. По-разному всегда. Всей семьей обсуждаете какие-то моменты? Может быть, папа какие-то наставления дает? Он для тебя вообще учитель в этом мире? Ну да, он учитель. Вот какой из последних советов? Что обычно тебе давать? Ну, что надо сначала, ну там, все по площадке раскидывать. Больше на заднюю линию играть. Завершился всероссийский турнир церемонией награждения победителей. В этом году его лидерами стали приморские спортсмены. Золотой медалью у Амичей отличился лишь Дмитрий Борисов. Свои награды участники получили из рук министра спорта Омской области Александра Фабрициуса. В ноябре большая часть игроков снова приедет в наш город, чтобы скрестить свои ракетки на первенстве России по бадминтону.